И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать в кибергород в игре Роблокс. Сегодня мы вместе с вами будем защищать наш вот такой вот кибергород от всяких непонятных преступников. Для этого нам нужно будет строить некоторые башенки, а преступники будут идти по вот этим вот дорожкам, и нам нужно будет давать им отпор. О, вот они, они уже идут, смотрите, какие преступники. Давайте сразу поставим башенку вот такого вот полицейского, который будет сейчас защищать нас. Так, пропустить волну нет. Я вам сейчас все покажу, все расскажу, и вы сейчас все поймете. Смотрите, у нас есть вот такие вот негодяи, да, ну по-другому их не назвать, которые пытаются пройти в наш город для того, чтобы его разрушить. И наш полицейский, смотрите, отстреливается. Сейчас мы вместе с вами поставим второго полицейского, который будет отстреливаться, и, пожалуй, поставим еще и третьего, потому что втроем они точно должны справиться. А, пока что только двух. Короче, они стреляют с пистолетов вот в этих вот негодяев, и негодяи успешно умирают. Также мы сможем наших полицейских улучшить, и после улучшения они станут гораздо сильнее. Внизу написаны наши денежки, а также нарисованы мобы, которые мы можем купить, башенки персонажей, да, и сейчас мы будем, наверное, действительно их покупать. Поставим какого-нибудь снайпера, давайте, куда-нибудь на уголок. Как-то можно мне это сделать? Мне вот очень хочется. Так, почему я не могу никуда снайпера поставить? Деньги у меня есть, а ставить я его никуда не могу. Это и с чем это связано? Понятно, снайпер будет стоять у нас именно на поверхности, то есть, например, вот здесь. Давайте поставим его тут. Посмотрим, будет ли он вообще стрелять? Да, смотрите, он стреляет. Так, это закрыть не нужно. И смотрите, смотрите, бам, он делает выстрел, и противник сразу же умирает. Как это хорошо, что я его здесь поставил. Так, ну, ребят, давайте, значит, будем, значит, потихонечку копить денежки для того, чтобы улучшать наши башни. Два полицейских у нас есть и один снайпер. Здорово. Так, а как мне все-таки, если я, допустим, все-таки передумал и хочу пропустить волну, чтобы побыстрее они шли, потому что я справляюсь очень хорошо. Хотя, может быть, мне это и не нужно. Давайте поставим второго снайпера вот здесь для того, чтобы он отстреливал негодяев. И также мы сейчас с вами будем этих снайперов улучшать. Так, смотрите, легко справляются. Отлично. Идет сейчас следующая волна. Так, парни, а в кого вы стреляете? Никого же нет. Мне, кстати, очень нравится, что я какой-то огромный в этом городе и прям выгляжу, как настоящий защитник этого города. И вы посмотрите, побежало гораздо больше преступников. Идет четыре зеленых и три каких-то вот таких вот бегуна. Но я думаю, что наши снайперы с легкостью с ними расправятся. Давайте смотреть, как это будет. Да, с ними обычные пистолетчики расправились. Серьезно. Так вот просто и легко. О, хорошо. А вот этих-то кто убивать будет? Сколько у них жизней? Давайте посмотрим. По четыре жизни. Интересно, если четыре жизни, а у тебя сколько урона? У тебя один урон. Все. То есть надо четыре раза попасть. Сделать четыре выстрела, чтобы вот такой вот обычный перс умер. Отлично. Он умирает. И идут уже какие-то, смотрите, улучшенные. У них по восемь жизней. Вот этих вот гораздо сложнее будет убить. Но мы с вами, имея некоторое количество денег, мы можем сейчас просто взять и улучшить вот этих вот человечков. Давайте попробуем. Посмотрим, что будет. Ого, смотрите, у него появился новый пистолет. А если еще улучшить? У него уже два пистолета. Ничего себе. Смотрите, вот это прям какой-то суперполицейский, который работает с пистолетами. Ну, мы сейчас посмотрим, как он будет защищать. Так, кто у нас тут еще идет? Нифига себе, какая толпа. Куда ж так много человечков? Ну, хорошо, хорошо. Сейчас посмотрим, как справятся наши полицейские. Так, как он бодро и уверенно справляется. Смотрите, он очень быстро стреляет. Это реально очень быстро. А мы его сейчас еще улучшим. Все, он теперь у нас самый крутой. У него пистолеты с лазерными прицелами. И он прям очень-очень хорошо работает по противнику. Здорово. Прям вот это реально настоящий спецназ. Так, я вот задумываюсь, нужно ли мне ставить еще одного снайпера где-нибудь вот здесь, например. Давайте поставим. Пускай снайперов много не бывает. И попробуем поставить где-нибудь еще вот тут. Тут можно? Отлично. Вообще просто супер. У нас есть четыре снайпера. И два вот таких вот обычных пистолетчика. А вот этого пистолетчика, я думаю, можно сразу улучшить. Вот так вот. Для того, чтобы он нормально мог защищать. И, видите, моба для нас уже не такая проблема. Я подозреваю, что рано или поздно пойдет какой-нибудь босс. Я только сказал про него. И вы посмотрите. Вот он. Написано, что это босс. Глядите. Что у него? Наручники? Ничего себе. Какой-то он весь зеленый и в наручниках идет. Ну, давай-давай, ползи. Мы посмотрим, сможешь ли ты пройти. Но, мне кажется, не сможет. Потому что армия у нас... Я бы сказал, что она достаточно сильная. Так, вот, смотрите. У него уже тратятся жизни. Смотрите, смотрите, смотрите. Его просто запинывают этими патронами. И все. И он падает. Здорово. Все было достаточно просто. Так, скрытые. А как понять скрытые? Почему скрытые-то? Какие-то они действительно темные и полупрозрачные. Так, подождите. Это мне не нравится. Это мне вообще прям не нравится. Может быть, надо еще кого-то улучшить? Так, по ним вообще стреляют или нет? Или не видят их? Нет, стреляют. Смотрите. Видимо, вот эти вот наши пистолетчики хорошо улучшены, что могут видеть скрытых врагов. Здорово. То, что мне нужно. Так, ну я думаю, тут что, справимся, парни, без меня-то? Или не справимся? Давайте, наверное, я сейчас улучшу еще снайперов. Так, а сколько это стоит? Да пофиг, сколько это стоит. У меня есть деньги. Отлично, я накопил. И я, наверное, всех четверых снайперов сейчас улучшу, потому что вот этот босс дошел где-то вот досюда. Я думаю, что если там будет босс какой-то посерьезнее, то мне уже будет капец. Наша задача сделать так, чтобы противник не прошел вот сюда, вот в эти черные ворота. Потому что если он пройдет, то это все. Значит, игра будет закончена. Так, что у нас тут вообще в этом кибергороде есть? У нас есть киберпостройки и киберосвещение. Классно. Вообще, мне нравится, что так все светится очень красиво. Я бы хотел, чтобы в реальной жизни тоже были такие города, в которые можно посетить, и там вот так вот все красиво светилось. Так, тем временем, тем временем, что у нас тут вообще происходит? Парни явно не справляются. Давайте улучшать наших снайперов. Сразу, наверное, до последнего уровня. Так. Вот этого снайпера тоже обязательно улучшим. И вот этого. Потому что у них явно не хватает скорости атаки. Вроде пули идут, а толку нет. Мне, конечно, этого не очень нравится, потому что могут пройти. Давайте, знаете, что сделаем, ребят, с вами? Мы с вами на всякий случай вот здесь поставим еще несколько пистолетчиков, которые будут помогать нашим ребятам. Мы их тоже тут же улучшим. В принципе, это не так дорого стоит. Деньги у меня есть. Вот, видите, босс чуть не прошел. Но мы поставили здесь пистолетчиков, и все стало отлично. Так, что у нас тут еще есть? Так, все, они ходят и ходят и ходят. Ну, хорошо, пускай пока ходят. А мы пока будем улучшать вот этих вот чубриков. Так, что у нас тут такое? Все в порядок, ребят? Все нормально? Отлично. Так, кто у нас тут идет? Вот этого я не ожидал. Что это такое вообще? Так, смотрите, какой-то некромант идет, у которого 250 жизней. Но мне кажется, вся проблема заключается не в жизнях. И действительно, смотрите, он отрыгнул какого-то преступника синего цвета. Вы видели? Он просто его отрыгнул. Как это вообще возможно? Смотрите, он сейчас еще рыгнет кого-то. Он просто рыгает монстрами. Ничего себе. Так, ну это, конечно, непорядок. Но к такому я готов. Я сейчас буду улучшать вот этих вот солдат. Они у меня достаточно сильные. Поэтому, если кто-то здесь пройдет, то вот эти вот солдаты с удовольствием с ними справятся. Я уверен. Так, давайте смотреть вместе. Противник не пройдет в мой кибергород никогда. Сколько, кстати, у него жизней у некроманта? 250 было. 250 было. Но, смотрите, наши солдаты хорошо все делают. Хоть им и тяжело, но, тем не менее, у них это все получается. Глядите. Сейчас уже совсем скоро некромант умрет. Все, отлично, он умер. Но вот этих вот мобов уже как бы... Ну, я не думаю, что будет слишком сложно замочить. Сейчас посмотрим. Так, этот улучшен. Этот улучшен. Этот тоже улучшен. И мы с вами, ребят, сейчас на другой стороне. То есть, вот здесь тоже построим вот этих вот мобов. Смотрите, как мы это делаем. Вот так вот тоже. Друг нам против друга ставим для того, чтобы был перекрестный огонь. Это очень важно. И, конечно же, улучшаем их всех. Так, волна. Поехали. О, они уже отсюда даже шмаляют. Классно. И, знаете, мне интересно, сколько всего здесь волн. Потому что вот мы сейчас уже прошли 17 волн. А сколько их тут всего? Мне очень интересно. Так. Это мы тоже улучшаем. А, у нас даже больше денег. Смотрите, можем это еще улучшить. Я думаю, что нужно до конца прокачать вот этих всех пистолетчиков. Чтобы, когда противник шел вот здесь, по нему стреляли из двух сторон. Мне кажется, это будет самое эффективное, что вообще может быть. Так. Уже досюда доходят негодяи. Также мне интересно, где тут новые мобы. Когда они откроются. Потому что пока что никаких новых мобов я не вижу. Защитников я имею в виду. Ну, вот этих вот солдат. Так. Кто это такой? Скрытый босс. Что это значит, скрытый босс? Так. У него 265 жизней. Ну, я думаю, что ребята уже должны справиться с ним. Ну-ка, давайте, давайте. Лупите по нему. Серьезно? Ты сейчас пройдешь? Пройдет или нет? Пройдет или нет? Нет. Не прошел. Смотрите. Здорово. Хорошо, что я здесь их поставил. Так. Снайперы у меня все улучшены? Этот нет. Не до конца. Кстати, вот этого обязательно надо до конца улучшать. Потому что у него поднимается, я смотрю, урон. И также поднимается у него скорострельность. Это как бы, ну, очень-очень хорошо. О, какие-то электрики бегут. Чего? Смотрите. Какие они быстрые. Но я думаю, что вот эти парни должны справиться. Вообще, я уже чувствую по игре, что игра усложняется. Реально становится играть сложно, потому что они вот-вот почти пробегут. Нет. Нет, нет, нет. Похоже, реально пробегут. А что мне сделать? Что мне сделать? Стоять. Ай-яй-яй. Ничего себе. У меня осталось всего 12 жизней. То есть, если сейчас кто-то пройдет, то это все. Это будет капец. Это будет проигрыш. Я даже не знаю. Ну, давайте еще оставить вот таких вот челиков. Также их сразу улучшим. Обязательно улучшим. Потому что без этого никуда. И пускай они все берут и шмаляют по вот этому вот боссу, который идет. Так, деньги у меня еще есть. Отлично, деньги есть. Еще улучшаем. Нет! Нет, нет, нет! Куда так много? Да, господи, ну что это такое? Ну, все, проиграли. Мы тут явно проиграли. Хорошо, нам дали какой-то опыт. И также нам дали какие-то монетки. За эти монетки, я так понимаю, мы можем покупать новые башни. И улучшать своего персонажа. Смотрите, у нас здесь всего нулевой уровень. Я еще пока, видимо, не дорос. Что вообще есть в магазине здесь? Давайте посмотрим. В магазине есть башни, различные турели. Смотрите, даже есть. Ее можно купить. А сколько она стоит? А, это за роблоксы, понятно. А есть что-нибудь за обычные монеты. Давайте посмотрим. Возможно, просто мы не смогли пройти из-за того, что не было новых башенок. Вполне такое вероятно. Да, смотрите, у меня в инвентаре есть только скаут и только снайпер. Мы его не будем брать. Мы попробуем найти каких-нибудь новых, новые башни. Откуда их вообще взять? В инвентаре нету. В магазине, наверное, только. Смотрите. Да, наверное, только в магазине. Ага. А, да, смотрите. Солдат. Он стоит 350 монеток. А у меня всего 103 монетки. То есть мне нужно копить эти самые монетки для того, чтобы купить новые башни. Так, а что тут? Какие башни вообще еще есть? Давайте посмотрим вместе с вами. Ферма какая-то есть, которая позволяет зарабатывать дополнительные деньги. Дробовик даже есть. Ничего себе. Ракетир с ракетой. Нифига себе. Вау, сколько здесь всяких уникальных башен, которые можно купить и использовать их в волне. Ну, сейчас у меня монеток нет. Для того, чтобы эти монетки получить, нужно заходить в комнаты, играть различные уровни. Здесь есть разные уровни сложности. И, соответственно, тем самым добывать новые башни, улучшать их и проходить волны. В общем, я вам скажу, ребят, что эта игра достаточно интересная. Это реально круто, реально классно. Поэтому, если вы захотите поиграть в эту игру, то я оставлю ссылку в описании под этим роликом. В принципе, на этом я думаю, что можно заканчивать. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Если это действительно так, то не забудьте подписаться на канал. Ну и, конечно же, что сделать правильно? Поставить лайк. Ну что ж, друзья, с вами был Лайтер и всем пока!